Госпиталь в Оренбурге должен появиться к концу этого года. На его строительство выделено больше 2,5 миллиардов рублей. Цель визиты Владимирской делегации – понять, подходит ли этот проект для реализации в нашем регионе. Гости приехали познакомиться со стройкой, с нашим проектом. И вполне возможно, они наш проект будут просто брать. И если это решение и губернатор примет, то наш губернатор уже принял решение, что мы своим проектом безвозмездно поделимся с коллегами другого субъекта. На объекте побывал в Рио вице-губернатор региона Герман Елянюшкин. Ему показали окончательный вариант проекта, а также провели постройки. Работы здесь организованы ежедневно, без выходных. Большой плюс – не только специализация на коронавирусе. Лечение в таком госпитале могут проходить до 100 больных с разными инфекционными заболеваниями. А в условиях пандемии госпиталь сможет вмещать больше 400 пациентов. Конечно, любой объект здравоохранения важен. А тем более, такой актуальнейший объект, как инфекционная больница в условиях пандемии, ковида. Тут, конечно, значимость этого объекта трудно недооценить. Второй пункт поездки Владимирской делегации – город Курск. Строительство будущего инфекционного госпиталя здесь уже вышло на финальную стадию. Отставания от графика нет. К началу декабря врачи уже должны получить современное медицинское оборудование. Все коммуникации заведено, отопление подано, вода, канализация – всё это подключено. И, собственно говоря, сейчас идут исключительно отделочные работы. В Рио заместителя губернатора Герман Елянюшкин оценил оба проекта, но отметил, что окончательное решение остаётся за губернатором. Опыт, конечно, очень интересный, потому что в Оренбурге немножко по другому пути пошли одноэтажные быстро возводимые здания. Здесь здание строится капитальное на десятки лет. И после доклада губернатору Владимирской области будет принято решение о том, по какому пути мы пойдём. В Рио губернатор Александр Авдеев отметил, что перед тем, как принять окончательное решение, в регионе создадут рабочую группу, чтобы обсудить все тонкости будущего проекта. С общественниками, депутатами, профессиональным сообществом, с врачами, с сотрудниками скорой помощи. И рассмотрим несколько участков, на которых возможно такое строительство. Это нужно сделать быстро. Нам обещает помочь федеральное министерство. Ну и мы должны выходить на проект в ноябре-декабре. В течение этой недели рабочая группа посетит три потенциальных площадки и даст им свою оценку. К пятнице предложение направят к главе региона. Илья Лопушенко, Игорь Липский и Александр Матвеев.